В Люберцах прошел очередной рейд судебных приставов по квартирам должников за жилищно-коммунальные услуги. Жители задолжали Люберецкому городскому жилищному тресту более 700 миллионов рублей. Что грозит злостным неплатильщикам, смотрите в нашем сюжете. Приставы вместе с сотрудниками управляющей компании приходят к должникам, которые не оплачивали счета больше трех месяцев. Причина неуплаты у каждого своя, но платить придется в любом случае. На имущество, которое есть в квартире, накладывают арест. У должника есть 10 дней на погашение задолженности. В течение 10 дней либо вы погашаете задолженность, либо там отзывы исполнительного документа. Если за 10 дней долг не уменьшается, имущество выставляется на публичные торги. И вырученные средства идут на оплату услуг ЖКХ. Если должник не оплачивает задолженность и просрочит оплату задолженности, сумма задолженности увеличивается на размере исполнительского сбора, что составляет 7% от суммы задолженности, но не менее 1000 рублей. Нередко житель не знает о своих долгах. Проверить можно на едином портале госуслуг. Там же оплатить. Если сразу погасить всю задолженность не получается, можно взять рассрочку. Для этого нужно обратиться в управляющую компанию. Стараемся найти совместный выход из сложившейся ситуации. Мы предлагаем заключать с нами соглашение. Соглашение – это что-то наподобие рассрочки. То есть человек приходит к нам, заключая соглашение, где прописывается непосредственно, когда и сколько он будет оплачивать. У каждой восьмой квартиры в округе есть неоплаченные счета за коммунальные услуги. Ситуацию держат под контролем. Каждый месяц в суд подают больше 100 заявлений на неплательщиков. И такие рейды проводят регулярно. В августе судебные приставы изъяли имущество на 500 тысяч рублей. И арестовали три автомобиля в счет погашения долгов.